Дорогие друзья, слушатели Радио ТТИМ и зрители канала НВК САХА, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссёры Михаил Эверстов и Николай Слепцов Айдын. Говорить мы сегодня будем о инициативном бюджетировании, школьном. Что это за такая сложная арифметика? Нам помогут разобраться гости сегодняшнего эфира, гости нашей студии, которых я рада представить. Владимир Вагин – гость не только нашей студии, но и нашей столицы, нашей республики, гость из Москвы. Руководитель Центра инициативного бюджетирования, научно-исследовательского финансового института, Министерства финансов России, кандидат философских наук. Владимир Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы нашли время прийти в нашу студию. Также в нашей сегодняшней компании Светлана Колодезникова, начальника отдела инициативного бюджетирования республиканского казначейства при Министерстве финансов в Якутии. Светлана Романовна, здравствуйте! Добрый день! И Михаил Уйгуров, директор школы номер 12 города Якутска. Михаил Васильевич, добрый день! Добрый день! Диана Васильева, заместитель директора по инновации и технологическому направлению Хатасской школы имени Парфиния и Надежды Самсоновых. Диана Дмитриевна, здравствуйте! Здравствуйте! Еще раз благодарю вас всех, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. И слушатели, и зрители, и все-таки приглашаю к эфиру настоятельно, потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, так подробно не найти на просторах интернета. Я вчера сама пыталась понять, что такое инициативное бюджетирование школьное и зачем это нужно школам. Я не разобралась пока сегодня перед эфиром. Мне Владимир Владимирович не рассказал простым человеческим языком. И я надеюсь, что сегодня для наших зрителей и слушателей тоже будет эта информация важна и полезна для всех тех, кто работает с детьми, кто работает в школе, у кого есть дети, школьники или которые только пойдут в школу, у которых уже школу окончили, у вас будут внуки. Поэтому эта тема касается наверняка каждого человека. И поэтому сегодняшний эфир, я думаю, будет полезен и важен. Цель нашего эфира – это донести каждому слушателю и зрителю о том, что вот такое новшество, чем оно вообще хорошо и для чего это все нужно. Ну и, наверное, с самого начала я предложу наш разговор начать с того, что такое инициативное бюджетирование и все-таки кому оно и зачем нужно. Ну, кому уже проследуется, раз у нас есть отметка, что это школьное, да, но чем это будет полезно школам. Расскажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вам первое слово. Вообще, инициативное бюджетирование – это вначале финансовый инструмент. Постепенно мы стали видеть, как оно обретает черты социальной технологии. И сегодня мы под инициативным бюджетированием понимаем возможность, которая есть у каждого человека в нашей стране, в тех субъектах федерации, где она реализуется. Сегодня уже у нас 76 субъектах федерации реализуют инициативное бюджетирование. Есть возможность принести на обсуждение, назвать ту проблему, которую волнует человека, собрать инициативную группу. И после того, как прошли процедуры обсуждения, предложения этой проектной идеи, есть возможность получить финансовые средства из бюджетной системы Российской Федерации, из государственного бюджета или муниципального бюджета на то, чтобы эта проблема была решена за счет какого-то проекта. В школьном инициативном бюджетировании то же самое. Мы даем возможность школьникам их глазами увидеть те недостающие в школах элементы, которые им не хватает в школьной среде. Это могут быть проекты совершенствования школьной инфраструктуры. Все дети хотят более комфортной школы. Они хотят тех мест, которые им необходимы и для работы, и для отдыха. И дети сегодня видят настолько неожиданные стороны школьной жизни, которые действительно взрослые не видят. И когда у детей появляется возможность определять судьбу реальных бюджетных средств, части школьного бюджета небольшой. Сами школьные бюджеты могут быть совсем недорогие по стоимости. Мы знаем и проекты стоимостью 3 тысячи рублей, и проекты стоимостью 3 миллиона рублей в школах. И даже более того, я считаю, что большие бюджеты не нужны для школьного инициативного бюджетирования. Небольшие бюджеты могут не меньшего эффекта принести. И сколько радости детям. Вот когда вы мне так общими словами говорили, я не очень поняла, как только вы перешли к примерам, мне сразу стало понятно и интересно. Потому что это очень созвучно с самоуправлением школьников. Тогда у школьников есть просто действительно какая-то цель прихода в школу более глобальная. Им интересно становится, потому что от них что-то зависит. Им уделяют внимание взрослые, директор, учителя, родители их там поддерживают. Они могут что-то обсуждать, они могут сдружиться, создать свою какую-то коалицию, и вместе как-то двигаться в одном направлении. И уже, может быть, даже развить в себе какие-то профессиональные качества, которые потом помогут им в выборе профессии. Вот если говорить о примере, вы уже говорите, что этот проект работает в каких-то субъектах федерации. И расскажите, пожалуйста, о чем просят школьники? Какие вот они уже такие предложения и просьбы внесли для того, чтобы их поддержали и финансово, и как-то помогли им, услышали их? Чего хотят наши дети сегодня? Лидируют в типологии проекта школьного и инициативного бюджетирования. А в прошлом году в Российской Федерации было реализовано без малого 900 проектов школьного и инициативного бюджетирования. Так вот, лидируют, на первом месте стоят те проекты, которые связаны с благоустройством школьным. Появление разного рода зон отдыха, лаунж-зон, как школьники их называют. Это могут быть какие-то уголки благоустроенные, где они хотят собираться. Это могут быть самые разные вещи. Здесь же может быть, к словам, совсем недорогой, но очень важный проект, зеркало в туалетах, особенно у девочек. Мне очень понравился этот пример. Особенно у девочек. Замечательный. Он совсем недорогой по стоимости, но его действительно хотели бы школьники, чтобы это было. На втором месте это проекты разного рода каворкинговые зоны. Это реконструкция библиотечных пространств. Это место, в которое школьники хотят для того, чтобы собираться и обсуждать вместе проекты. Еще, наверное, на третьем месте по типологии разного рода медиа-центры. Школьникам нужны медиа. Начинают переоборудовать радиорубки школьные. Начинают создавать те пространства, в которых они могут снимать разного рода видеосюжеты, в том числе для социальных сетей. Уже осваивать профессию. Совершенно верно. Это их профессия будущая. И таких медиа-центров сегодня очень много в школах. Именно современных медиа-центров. Есть и очень интересные проекты. Сейчас в Санкт-Петербурге целая плеяда проектов инновационных появилась. Мы совсем недавно оценивали один проект. Он стал победителем всероссийского конкурса, который только что завершился. Проект школьного и инициативного бюджетирования. Проект «Креатиум» называется. Это школа, в которой создано инновационное пространство для креативной индустрии. Для креативной индустрии. Тому, каким образом действительно можно учиться вот такого рода профессии в школах. То есть это могут быть настолько неожиданные проекты. Мы, в общем-то, даже представить себе не можем, насколько неожиданные и интересные проекты бывают у школьников. Сейчас дети же, они другие. И вот очень хорошо, что они будут тогда управлять тем, что нужно школе. Потому что вы правильно сказали. Взрослые, мы можем не увидеть и не понять на самом деле, что для них важно. Но мне кажется, как могут это быть и не очень дорогие какие-то, да, их вот такие вот запросы. Могут быть и очень дорогие. Потому что сейчас же могут и замахнуться школьники наверняка на... Вот хотите, я расскажу вам самым, наверное, недорогом по стоимости школьном проекте. Нет, самый недорогой. Стоимостью 3000 рублей. Проект называется «Тихая школа». Я уже сегодня упоминал о нем, но я думаю, что если я еще раз расскажу, это будет неплохо. Проект, который вот мальчик предложил, не активист школьный, не отличник. Он предложил проект, значит, который... Вот смысл его заключается в том, чтобы поменять на стульях, в которых сидят школьники в классах, да, поменять прокладку. Школьные стулья скрипят. Дети, когда садятся на них, они скрипят вот эту вот фанеру, когда на нее садишься, значит, и встают, когда она скрипит. Если поменять прокладку снизу, да, поставить пластиковую прокладку, ему папа подсказал, что это можно сделать. Значит, и школьник говорит, мы уже с ребятами договорились, мы в субботу придем и сделаем это. Мы даже посчитали, сколько эти прокладки стоят, 3000 рублей. Мы можем, в принципе, и на свои деньги купить это принести, но если вы нам дадите эти 3000 рублей, мы это сделаем. Вот этот хозяйский взгляд на школу, вот цель школьного инициативного бюджетирования. Дать возможность школьнику стать хозяином школы, чтобы она не была ему равнодушна, чтобы у него появилась причастность общей школьным делами, причастность всему тому, что в школе происходит. Завхоз готовый. Ну, если бы он был совхозом. Совхозом. Потому что, вот вы правильно сказали, что у них могут быть проекты какие-то, как они дорогие, так и какие-то вот супер дорогие. А здесь дети должны будут уже рассчитывать, исходя из той суммы, которая им будет предоставлена. То есть понятно, что они могут какой-то проект вдруг придумать очень дорогой, но они уже будут подходить грамотно, смотреть, да, о нет, это у нас уже не получится, у нас вышли мы за пределы. А это очень важно и в будущем пригодится, я считаю. Да, мне тоже очень нравится эта идея, я ее услышала от специалиста по финансовой грамотности, которая рекомендовала родителям садиться вместе со своими детьми и показывать, вот какой у нас общий бюджет, да, вот что у нас приходит, сколько денег. Давай вместе с собой посидим и посчитаем, что нужно. Вот тебе нужно то-то и то-то и то-то, и вот как мы будем распределять наш бюджет. Ребенок тогда активно включается, и это же такой шаг доверия к ребенку, да, и как будто бы такого внимания, что а ты чего хочешь, да, давай с тобой вот вместе. Мне кажется, это так сближает и родителей, и детей, и в случае и инициативного бюджетирования, и учителей детей, и родителей детей, и учителей, и родителей. То есть это получается такая, как будто бы в общих интересах, да, какая-то программа. Совершенно верно. И вот это, наверное, самое главное, то, что мы школьников, детей делаем участниками взрослого процесса. Раньше, действительно, отношение к этой деятельности, оно было, ну, ты еще маленький, подожди, зачем тебе знать о том, как там деньги зарабатываются? Будешь взрослым тогда, и все это поймешь. Нет. Сегодня дети уже другие, они хотят это понимать. А если с ними не делиться информацией, если не включать их в процесс обсуждения, хоть в семье, хоть в школе, они начинают чувствовать ущербности, они понимают, что что-то от них скрывают, что-то им не договаривают. Это очень важная вещь. Современный школьник действительно стал сегодня другим. Он может быть, может взять на себя ответственность гораздо большую. Да, ведь что такое смета любая? Да, вот любая. Если человек хотя бы однажды соотнес свои доходы, которые у него есть, с возможностями их разрасходовать, с расходами, то есть сопоставил это вместе, и понял, откуда, собственно говоря, из чего складываются расходы, и сделал так, что у него совпало, денег, которые у него есть, ему хватает, будь ли это в семейном бюджете или в школьном инициативном бюджетировании, тогда у него начинает появляться совсем другое представление о том, как устроена школа в том числе. Да, ведь мы сегодня хотим, чтобы школьники были бережливыми, чтобы они заботились о своей школе. А как это можно сделать? Вот когда школьники в процессе школьного инициативного бюджетирования начинают мерить школу, ширину пролетов, высоту стен, смотрят высоту потолков, из чего сделано покрытие, и задают вопросы, а сколько это стоит, а откуда это взялось, а каким образом мы можем найти деньги и израсходовать в школьном инициативном бюджете, тогда начинается совсем другое мышление у школьника в отношении того места, в котором он учится. Это так полезно, потому что он же потом сможет и свое пространство организовать, поняв уже, например, тот же ремонт в квартире, со своей комнатой начать, то есть он может во вкус войти, потом, например, могут какие-то дизайнерские у него способности раскрыться, это опять-таки шаг уже к познанию себя и к выбору какой-то профессии. Я еще хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и в аппаратной дежурит пресс-секретарь Анна Чусовская, и она ждет ваших звонков по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Я думаю, тема классная, интересная. Я прям очень загорелась, когда вы мне рассказали, и я вспомнила свои школьные годы, думаю, интересно, что бы я вот попросила для своей школы, я даже так растерялась, что даже не знаю, что. А вот вы что попросили, если вот вам вернуться туда, в школу? И там все равно, может быть, где-то внутри сидит этот школьник, у которого такого не было, который думает, а вот было бы хорошо, если бы когда я учился или занимаюсь... И у меня есть уже ответ на вопрос, меня уже спрашивали его. Уже спрашивали, и не оригинально, да? Да, я уже теперь, значит, к нему готов, потому что однажды меня, на самом деле, вот этот, он меня заставил задуматься, то есть я не сразу на него ответил, вот, и понимаешь, что каждому надо дать возможность подумать об этом проекте, так сразу не скажешь. Я знаю, я бы хотел переоборудовать радиорубку в своей школе. Я выступал часто в школьном радио, и, значит, вот вел ее, и я до сих пор вспоминаю эту школьную радиорубку, с ужасом. А где это было, где вы учились? В моей родной школе, это маленький город, вы вряд ли его слышали, он в республике Удмуртия, город называется Сарапул, и я заканчивал 12-ю среднюю школу, вот, и я вот, ну, часто достаточно выступал в радиорубке. И там была школьная радиорубка? Школьная радиорубка у нас была, да. И что вы там делали, что вы говорили? Ну, я готовил радиопередачи для школьников разные, да, то есть у меня был такой достаточно богатый в этом смысле школьный опыт, вот, и я понимаю, что, да, в общем-то, мне вот было очень скучно, в этой радиорубке одному, там никто больше не мог находиться, это было такое, ну, какое-то, ну, не знаю, маленькое совсем помещение. А почему больше никто не мог находиться, не было? Ну, маленький, тесный. Ну, пацанам стоял вот стол, на котором стоял микрофон передо мной, значит, стоял вот этот, я уж не помню, как он называется, этот прибор, на котором я видел шкалу и знал, что нельзя мне громче говорить, я по нему судил. Вот, я сидел за стулом, и всё, вот сзади только мог кто-то меня стоять, смотреть на меня, а я сидел вот... Но у вас были коллеги, которые вас тоже как-то подменяли в этом деле? Ну, да, у меня был, соведущая была, которая вот один день я, другой день, но это не каждый день происходило, поэтому, что у меня не так развился этот навык, иначе, может, мы бы поменялись с вами местами, и я бы сейчас сидел. Ну, я только хотела сказать, да, что вы мой коллега, оказывается. Я вообще не ожидала, что вы в философии занимаетесь. Занимался. Кандидат философских наук. Занимался, теперь я занимаюсь. Но это никуда же не уходит. Да. Это всегда остаётся человеком. Давайте, может быть, дадим слово людям, которые непосредственно общаются со школьниками, учителям. Вот, может быть, какие-то уже новшества в связи с этим проектом вы отмечаете в ваших школьных заведениях. Кто начнёт? Расскажите. Давайте я начну. Несколько слов скажу раньше, да. Дело в том, что мы вот эту программу по школьному инициативному бюджетированию начинаем с этого года. И в конце прошлого года, в декабре, мы делали большой образовательный интенсив с учениками десяти пилотных школ, которые были отобраны для участия в пилоте. И проводили обучающие мероприятия и для детей, и для преподавателей. Поэтому, значит, как бы в течение года была проведена большая работа. Мы предусмотрели средства, мы внесли изменения. Эти деньги уже были у нас на сегодняшний день доведены до получателей. И вот сегодня у нас проходит на базе Якутского финансово-экономического колледжа ещё один образовательный интенсив. То есть у нас приехали наши эксперты из научно-исследовательского финансового института. И они проводят обучение детей уже непосредственно перед тем, как приступить к реализации, то есть к выбору проектов, к обсуждению, как это всё провести. Вот буквально сегодня и завтра у нас дети занимаются на базе колледжа с утра и до вечера, скажем так. Прямо вот с девяти утра и до шести вечера. Я думаю, что дети, конечно, вот по опыту декабрьского интенсива, они были очень воодушевлены. Им так нравилось, что они могут выбирать проект, что они могут что-то решить. У них просто, как они сказали, у нас просто глаза открылись. Оказывается, мы тоже это можем. Оказывается, как бы это вообще возможно. Нам ещё и деньги будут. Да, я подумала, вот, допустим, ребёнок, который не очень хорошо успевает, например, да, каким-то предметом, но у него какой-то вот такой вот практичный он очень, да, есть идея. И он за счёт вот этого он может вообще стать лидером в классе, хотя, допустим, ничего не предвещало, да? Да. Диана Дмитриевна, у вас как в школе? Ну, наша школа вообще в агропрофилированном направлении работает, и поэтому у нас очень много таких проектов, которые от идеи детей прямо до производственного цикла вышли. Наша продукция сейчас уже на прилавках в магазинах лежат. Тушёнка, уха, чай, мёд, да? И это всё благодаря тому, что есть у нас трудовое воспитание внутри школы организованное, да? То есть мы своих детей, у кого есть проекты, трудоустраиваем. Мы создали другое юридическое лицо, он называется хозяйственный производственный кооператив «Хотовская школа агробизнеса». И там мы трудоустраиваем своих детей. Ещё школьников. Да, школьников старше 14 лет, у которых есть проекты свои, и за этот месяц, допустим, они реализуют свой проект. Есть у нас такие большие проекты, вот как уха, тушёнка, да, которые уже на производство вышли. Есть сертификации, всё, все разрешения, ну, то, чтобы получить, ну, как бы всё это реализовывать, да? И понятно, что дети сами, дети, которые имеют этот проект, они каждый месяц не могут работать. Например, эти девочки уже сейчас школу в этом году закончили, ушли, но производство, этот цикл остался, и теперь мы к себе на работу берём наших детей, трудоустраиваем, и они дальше продолжают. И плюс ещё в этом году, благодаря тому, что мы обучились ещё в Шкибе, спасибо, что нашу школу включили в это движение, потому что мы, когда прошли интенсив в декабре, после этого в школе прям у нас движение началось, и начали мы с того, что мы, ну, во-первых, то, что в 2023 году у нас в школе по плану стоит капитальный ремонт. Вот давайте здесь остановимся, и буквально через несколько минут мы продолжим о том, как обстоят дела в вашей школе с капитальным ремонтом теперь, когда у вас получается такая доступность к инициативному бюджетированию. Нашим зрителям и слушателям я хочу сообщить, что мы скоро продолжим, поэтому оставайтесь, тема интересная, и готовьте свои вопросы. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии сегодня гости, которые знают всё про новый проект «Инициативное бюджетирование в школах», и мы продолжаем говорить о том, насколько это интересно, и самое главное, насколько это воспринято было восторжено самими школьниками, потому что, включаясь в этот проект, школьник, любой школьник может предложить какую-то свою инициативу, какое-то своё предложение внести, и взрослые, и родители, может быть, его как-то поддержат, учителя 100%, расскажут о том, как это можно сделать, и вместе все начнут идти в одном направлении. Это очень здорово, очень классно. Я прям вот, когда мне не очень хорошо, то, что я это поняла, мне от того, что я это поняла, у меня уже восторг. Я представляю, вот дети, когда им объясняют, что смотри, ты сам что-то можешь сделать, потому что внутри у нас всё равно живёт наша детская часть, наши какие-то школьные годы, и вот этот маленький школьник или школьница, который что-то хотел в своей школе сделать, чтобы ему там было интереснее учиться, был радостнее приходить. И оказывается, что Диана Дмитриевна вернула свою школу, и вот это вот то, что она хотела, когда была школьницей, сейчас осуществила. Это вообще уникально, по-моему. Расскажите дальше подробнее. На капитальном ремонте мы остановились. Да, и вот, когда мы проходили интенсив с нашими детишками, нас было пятеро, ну, пятеро детей и два педагога. Прошли обучение, и во время обучения реальные дети поставили проблемы, которые нужно решить во время капитального ремонта. Это хатасская школа. Да, это хатасская школа. Слушатели. И потом мы провели, после обучения, провели ряд аналитики, провели три этапа аналитики, провели, ну, тогда еще ковидные ограничения чуть-чуть еще были, и поэтому три этапа прошло. У нас чисто с детьми аналитику отдельно провели, провели отдельно с работниками аналитику по школе, и третья аналитика уже с родителями. И прямо мы им раздали эти стикеры, они там в виде смайлика, хороший, плохой там, и черный, ну, красный вот этот, и вот ходили с ним и клеили там, где вот чего не хватает. Наклеили и выявили наши проблемные зоны. Ну, конечно, как у большинства школ, у которых давно не было капитального ремонта, конечно, проблемных зон было много, но больше всего дети определили, что нужно переоборудовать, увеличить и вообще поменять гардеробную нашей школы, и плюс еще в туалете, вот как вы говорите, девочки хотят, чтобы было у них красивое зеркало с подсветкой и так далее, да. Вот, и во время капитального ремонта все наши проблемы, ну, тогда еще у нас шкип, как бы, деньги не были доведены, а срок уже капитального ремонта у нас стоит до августа. Нужно уже успеть реализовать все это. И мы провели дизайн-сессию большую уже в марте месяце, там были и наши ветераны, наше руководство, и с наслега тоже пригласили детей, родителей, достаточно такое хорошее мероприятие прошло, пригласили наших социальных партнеров также, да, школы, и разделились по командам, провели дизайн-сессию, определили, как будет выглядеть будущее нашей школы, по истечению этого дизайна, ну, этой дизайн-сессии уже начала работать дизайн-группа, и вот определили фронт работы. У вас очень хорошо, то, что у вас сами получается, что школьники могут зарабатывать деньги в связи вот с этим проектом, который с продуктами, связан с продажей продуктов, каких-то блюд, и то есть вы сами можете зарабатывать. Потом также Владимир Владимирович сказал, что это будет напрямую как-то, да, идти, финансирование, то есть без всяких вот этих вот лабиринтов, и так быстрее осуществляться будут мечты ваших детей. Я хочу слово дать Михаилу Васильевичу. Как дела обстоят в городских школах? Расскажите, пожалуйста, про вашу 12-ю школу, а то в первый блок мы вас совсем забыли. Мы в этот проект вошли ближе к концу учебного года, познакомились, как бы были выпускные экзамены у детей, начали внутрять через уроки проектной деятельности, внеурочную деятельность, и идеи были хорошие, но конец года. Расскажите, а какие идеи? Идеи были, допустим, об устройстве школьного двора, допустим, один проект, группа детей предложила проект изготовления туалетной бумаги, перерабатывая вот макулатуру, которая остается после учебы, старой тетради, А4, бумагу. Но это кого-то подключать же надо. Да, это целое производство тоже. Искать единомышленников, да. Потом обратили внимание, что очень много отходов остается в столовой. И можно было вот эти вот отходы переработать в корм для собак или кошек, в пункты передержки, да. Ну, такие идеи. А конкретно вот такого развития, что вот как это все реализовать, механизмы, вот пока дети еще, ну, надеюсь, думают. Смотрите, вот вы сказали про животных, да, может быть, детей стоит знакомить с проблемами нашего города, все равно проблема, да, вот животных, которые в пункте передержки содержатся, она существует в нашем городе. Может быть, вот исходя из проблемы, у них будут какие-то проекты, вот хорошее же предложение, что школа, например, какие-то отходы после вот, когда там что-то недоедается, остается, в столовой, отвозит это в пункт передержки для животных. Отличная идея. Как бы инициатива идет сначала со школы, потом она переходит в пространство, в городское, сельское пространство. Хотя это же уже не для школы будет, да, все-таки суть проекта что-то сделать для школы, или разницы нет? Мы предлагаем вот развести школьные и молодежные инициативные бюджетирования. Первоначально, вот первые годы они у нас были вместе, причем этим разделением являются стены школы. Да, вот школьные инициативные бюджетирования, это что внутри школ и на дворе вокруг школы. тогда получается, что это... Потому что тогда это действительно часть образовательного процесса, часть воспитания, обучения, а вот то, что уже в поселении происходит, в городе, это уже молодежное инициативное бюджетирование, это на самом деле уже задачи, которые городские власти в первую очередь должны перед собой ставить и решать, потому что и проблема с бездомными собаками, их кормежка, это же на самом деле очень много есть людей, которые точно так же видят, чем молодого возраста, который точно так же видит какие-то проблемы города, в которые бы они хотели участвовать. И вот дать им такую возможность, увидев эту проблему, участвовать в обсуждении проекта, который может быть создан, а в последующем и в реализации, это на самом деле очень и очень важная задача. у нас сейчас появилось молодежное инициативное бюджетирование как отдельное направление в инициативном бюджетировании, и мы уже сейчас в этом году впервые сделали отдельную номинацию нашего всероссийского конкурса, проекта молодежного инициативного бюджетирования, и очень интересные проекты стали появляться. То есть, вот я расскажу только два примера. Первый пример, в Сургутском районе Хантамансийского автономного округа, значит, появился проект создания таких пунктов общения для молодежи. Это уже не школьники, это уже не студенты, молодые специалисты, уже люди в возрасте там от 25 лет. Они предложили, что давайте мы создадим в каждом населенном пункте Сургутского района вот такой, причем это обычные домики, это даже не капитальные новые сооружения, отремонтированный заново домик, который там никому не нужен был, библиотека выехала или еще что-то. И это такой центр общения для молодежи, который действительно по вечерам оказывается очень и очень загруженным, реально востребованным. Или вот очень много сейчас игровых пространств разного рода молодежь предлагает делать. Причем такие они не коммерческого типа. Ясно, что уже сейчас коммерциализируется уже в кибер-игры, это уже становится для кого-то бизнесом, но тем не менее есть игровые пространства, причем цифровых вот таких вот игровых видов спорта, которые тоже молодежь предлагает делать. У них тоже должны быть, ведь самое главное, где-то надо найти деньги, чтобы его сделать вот первоначально, но что в этом отличие молодежного инициативного бюджетирования? То, что там хозяева появляются. Это не кто-то назначенный со стороны хозяином этого места, которое создано было на муниципальные и государственные деньги, а это те люди, которые инициировали эту идею, вот они же потом и за порядком наблюдали. И школьники сами, и молодежь сама в этих местах может действительно поддерживать порядок в них, да и даже эксплуатацию. Наверняка есть и дети, которые не хотят уходить из школы, им там интересно, да, и вот, допустим, там заканчиваются уроки, они также вот собираются где-то, да, и остаются в этой школе там до вечера. И почему бы не сделать так, что вот показывают, как в зарубежных фильмах есть кабинки, да, у каждого школьника, где остаются вот эти вот учебники, тетради, то есть есть какое-то время, где ты можешь сделать домашнюю работу, не тащить вот это вот все. Они же ходят с этими рюкзаками просто огромными, да, и сделать все уроки в школе, находясь в школе, да, тут тебе и помогут учителя рядом в доступе, да, тут же тебе и помогут твои сверстники. Но опять же проблема у нас посменная, обучение, да, не все могут остаться, и школы переполнены. Ну вот это очень классно, чтобы сделать школу интереснее, да, а откуда не хотелось бы уходить дольше, да, потому что, в принципе-то, там же ничего не меняется, просто они вот этой вот группой уходят в другое место, да, то есть в коллективе в этом остаются. И если там будет интересно, там можно будет почитать, там, да, позаниматься за компьютером, что-то новое узнать, собраться, это будет какая-то секция, какой-то кружок, и не таскать это все домой, а вечером просто пойти налегке домой, и все, и уроки не надо делать. Вообще же здорово. И родителям легче, потому что не надо садиться вечером и делать уроки. Я вот хотела добавить, что мы когда в прошлом году проводили вот такой интенсив для детей, да, но у нас пока еще проектов как бы реально по шкибу нету, потому что они у нас только сейчас будут выдвигаться в октябре, в ноябре, и мы увидим, какие проекты у нас выдвигают дети и реализуют. Ну, вот как сказал Михаил Васильевич, что уже у детей какие-то идеи есть, но здесь опять, во-первых, мы говорим о том, что дети будут ограничены бюджетом, тематикой все-таки, да. Ну, я даже не сказала бы, что тематикой, вот как сказал Владимир Владимирович, это все-таки школьное пространство и околошкольное, не замахиваясь на какие-то там городские проблемы. Хорошо даже, что они замахнулись и что они это увидели. Это очень хорошо, да. Но дети как бы тоже должны будут понимать, что в каких рамках они должны действовать, потому что понятно, что можно какие-то прожекты очень хорошие выдвигать, но надо быть реалистами, правильно? И мы их будем учить в рамках нашего школьного бюджетирования, быть именно реалистами. А во-вторых, я хочу сказать, что вот вы сказали насчет команд, реально, когда у нас в прошлом году был интенсив в декабре, там же пришли, ну, как бы ученики с разных школ, сели они так все кучкой друг с другом, да. Но в ходе интенсива вот за эти два дня дети все просто вот перемешались, передружились, потому что кто-то за какие-то... Выдвигались проекты, находились единомышленников. И то есть там получилась, вот реально получилась такая командная работа, работа очень хорошая. То есть вот здесь сидели ребята, которые были за этот проект. И это не обязательно, что с одной школы был проект. Они все были разные, с разных школ. Но у них уже, вот у нас прямо на глазах за два дня сложились команды. И была командная работа. Да, будет, например, там одиннадцатиклассник, да, и пятиклассник. И они как-то в одной теме сойдутся. Вот, кстати, тут очень хорошо подметить, наверное, нужно, что реализация шкиба именно для детей, которые с пятого по десятый класс. То есть чтобы у них был еще год пользоваться этим проектом. То, что они там не сделали. Да, не сделали. Тут в этом, ну, там появятся и старожилы, которые могут даже как-то свою идею продолжить, отдать кому-то, да, чтобы кто-то это выполнил, допустим, с одиннадцатого класса. Может быть, раз человек осенит, и что ему запрещать участвовать в таком замечательном проекте. Мы говорим про то, что сейчас школьное инициативное бюджетирование, вот в тех школах, где оно начинает активно развиваться, где директора школ, педагоги, наставники видят возможности школьного инициативного бюджетирования, там начинают проявляться так называемые педагогические эффекты школьного инициативного бюджетирования. Да, вот я говорил на примере вот этого мальчика, который... Это другой тип активизма, он не отличник, да, он не активист, который вот в каких-то мероприятиях, Но это другая активность, это такая хозяйская активность, которая точно так же нам, если не больше даже, нужна, чем все прочие активности от школьников. — Позаботился, да, на комфорте. — И другие педагогические эффекты заключаются в том, что школьник действительно... Вот мне очень нравится идея хатарской школы, мы уже сегодня обсуждали, и мне уже показывали ваши проекты, которые вы делаете, школьники. И мы заговорили, что на самом деле ведь в Якутии может появиться уникальная разновидность школьного инициативного бюджетирования. Если взять вообще за основу именно вот этот посыл, создание производственных процессов внутри школ, школьный инициативный бюджетирование очень хорошо может в этом помочь. Потому что это могут быть те проекты, которые не загонять вы будете школьников, а они сами будут инициировать. Но это будут производственные процессы. У нас до революции было целое направление в экономике, оно называлось кустарное производство. Что такое кустарное производство? Это одиночки, которые умеют делать что-то, и они делают с семьей или маленьким каким-то самозанятым или еще каким-то коллективом, производят нечто, что очень полезно, у чего есть спрос на рынке. И вот то, что вы делаете у себя в школе, это на самом деле обучение кустарному производству, которое потом дает возможность, это уже не профориентация, это дает вообще реальную возможность в трудовой жизни человек по-другому себя повести. Да, это же не секрет о том, что сегодня у нас у молодежи очень серьезная проблема с занятостью. И даже несмотря на общий спрос сегодня на людей, на занятость, но все равно у молодежи она остается как проблема. И это один из способов решения этой проблемы. Мне это очень нравится. Я считаю, что это вообще может быть вот такой вот конек для школьного инициативного бюджетирования в Якутии, если эта производственная тема будет поставлена во главу угла. Как раз один из вопросов был, что изменится для нашей республики в связи с этим проектом. Сейчас вы об этом рассказали. У нас остается буквально три минуты до конца эфира. Может быть, я что-то не спросила, потому что я вразрез с нашим сценарием совсем ушла эмоционально в восторг. Может быть, я что-то не спросила, о чем бы вы хотели сказать? Ну, когда мы входили в этот проект, встал вопрос, а откуда найти деньги, да, финансы? Вот дают нам Минфин 300 тысяч на реализацию проектов, мы их в этом году отчитаемся, а в следующем году что? И вот поэтому и дети предложили вот корм собак, чтобы потом их реализовать и получить источник финансирования. Потому что соло это работает постоянно и отходы постоянно идут. И, соответственно, на другие проекты они находят какие-то источники финансирования. Вы абсолютно правы. Более того, вот я вспоминаю, я сегодня тоже уже об этом несколько раз говорил, у нас дети собирали всегда и сейчас собирают металлолом, макулатуру, пластиковые крышечки и много чего другого. Кто-нибудь когда-нибудь объяснял детям, куда идут деньги за то, что они принесли в школу и сдали? Хоть раз когда-нибудь, а это не маленькие деньги уже сегодня, когда вся школа принесла макулатуру или вся школа принесла металлолом. Эти деньги точно так же могут пойти на школьное инициативное бюджетирование и будут прозрачны школьникам. То есть вот сколько собрали, а вот все эти проекты пошли на школьное инициативное бюджетирование. И здесь появилась вот эта самая мотивация, когда школьные проблемы, которые школьник видит, и появление денег в том числе и внутри школы собранных. А то, что государство не откажется вас поддерживать, я в этом абсолютно уверен и знаю уже, что планы такого рода есть. Да, хочу вот ответить на вопрос по поводу финансирования. В этом году наши школы пилотные получат по 300 тысяч рублей на школу. И на следующий год у нас тоже запланирована эта же сумма и даже мы планируем увеличение участников. нашего пилотного проекта. А я думала, они просто не меркантильно вот такой проект предложили, там просто хотят помочь животным. А нет. Дети думают там будущим, это же очень хорошо. А кто им там заплатит, там наоборот, мне кажется, только вот на энтузиазме с бездомными животными, это это чисто волонтерская такая. Я вам хочу сказать, что это инициативное бюджетирование, это не про благотворительность, это другая технология. Это технология, в основе которой лежит финансовая мотивация. И в этом его долгосрочность и регулярность. Потому что благотворительность, замечательно, что она есть, и замечательно, что есть такие люди. Но инициативное бюджетирование, это регулярные технологии, которые финансовые организации и вообще финансовые органы готовы использовать в долгую. Ну, в общем-то, и слава богу, каждая работа должна оплачиваться. Это хороший навык, который получат школьники в связи с вашим проектом. Спасибо большое вам сегодня за сегодняшний разговор, а слушателям и зрителям за внимание.